Итак, коллеги, начинаем очередное заседание предметного семинара. Как всегда, в районе 12 апреля у нас заседание посвящено Дню космонавтики. Обычно докладчиков на этом спеце более редко очередных. Сегодня у нас было докладчиков с кафедры теоретической механики, которые, насколько я понимаю, одновременно аспиранты, как раз факультеты аэрофизики и космических исследований. Нет, 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 нет. Вправление под одном семинаре. А, в другом? Ну а что, у нас общая тема. Хорошо, замечательно. Напоминаю опять-таки студентам, что если кто хочет, то он может потом после семинара не сбегать, а выразить свое желание написать на эту тему реферат. Я опускаю, как обычно, по ребятам список для записи присутствующих. В следующий раз у нас будет Николай Анатольевич Капустина, как правообщефизик. Тема наглядная стратфизика, где он в тёпле и огромный. Ну, как предполагается, преподаватель, как правообщефизик, будет объяснять, как угадывать от сложных точек. Значит, на этом, по-моему, я объясню. И передаю, что вы, пожалуйста, представляйтесь. Поехали. Меня зовут Куприяна Надежда Валерьевна. Я являюсь ассистентом кафедро-теоретической механики и одновременно аспиранцией культуры управления прикладной математикой. Тема сегодняшнего европейского образования в сфере космических исследований и опыт сотрудничества, наш опыт сотрудничества с европейскими университетами. В последнее время в Европе интенсивные процессы интеграции университетов и примером таких процессов могут служить программы обмена студентами, программы космосов и космос. Если говорить о сфере космических исследований, то примером сотрудничества могут служить стандартные, единые стандартные спутники в ЮПСА. Большинство европейских университетов подписало Бавловскую декларацию о создании единого общеевропейского образовательного пространства. И согласно этой декларации, обучение другого уровня. Первый уровень – это обучение группы компляций, длится 3-4 года. Второй уровень – это обучение в инфраструктуре, продолжительность обучения 1-2 года. В странах-участницах этого договора разрабатываются схожие программы обучения и дипломы, такие, что позволит облегчить мобильность выпускников, то есть обеспечить им работу в Евросоюзе и признание их дипломов, упростить процедуру признания дипломов. Если человек или студент заинтересован в сфере космических исследований, космических технологий, то, как правило, он поступает на факультет в сфере космических исследований. В процессе своего обучения студенты имеют возможность стажироваться в вузах других европейских стран, и эту возможность предоставляют программы отмены студентов. Но и более популярные программы – это программа «Эрасмос» и «Эрасмос Мотус». Программа «Эрасмос» была создана в 1987 году и названа в честь «Эрасмос Мотус» и «Эрасмос Мотус». университетов Европы, университетов других стран, в том числе стран третьего мира, направленных на то, чтобы приглашать студентов из других стран на обучение и стажироваться в европейских странах. В рамках этой программы программы «Эрасмос Мотус» проходят программы в образе космических исследований. Например, магистрская программа «Эрасмос», которая поддерживается европейским космическим агентом и проводится на базе пяти университетов. Эта программа стартовала в 2005 году. В ней принимаем участие студенты из 24 стран. И сейчас эти студенты работают в европейской космической индустрии и пишут дипломы в сфере натирокосмических исследований. Эта программа «Эрасмос Мотус» также магистрская программа, предназначенная для студентов со всех стран, для отучения в страны в Европе. Эта программа поддерживается шестью университетами. Первый семестр студенты обучаются в Германии, второй семестр они обучаются в Кирунии, в институте космической литературы. И далее второй пункт обучения, это выбираем университет Болуния, и могут уже вычислять магистрский диплом, или даже два диплома, в зависимости от выхода университета. Дальше. И кроме этого, для студентов, занимающихся космическими исследованиями, существует возможность работать в облачных институтах, таких как, например, САРМ, это институт космических исследований, не только института, или же студенты могут создавать свои группы и разрабатывать собой свои собственные проекты. Для студентов из стран, не входящих в Европейский Союз, также существуют и другие возможности обучения, стажировки стран и Европы, например, при поддержке германского германского фронта обмена студентами. Это организация, которая объединяет несколько, почти все университеты Германии, не направлена на сотрудничество университета Германии с такими странами. ТАРТ представляет стипендию студентам, как правило, это теперь представляется на конкурсной основе, и программа в основном направлена на аспиранцию молодых ученых в меньшую степень студентов и ученых стартовых коллективов. Работает организация, основанная при институте самоправления, собирается независимая комиссия и решает, кому выделять граммы и стипендию. Дальше, пожалуйста. Студенты МВТИ, при поддержке карты теоретической механики и базовой карты прикладной математики, институт прикладной математики и географии, как и виноват, имеют возможность стажироваться, как я уже говорил, в царе, на научную степень студентов в университете и обучаться. Дополнение, исследование, царе, института, института, теория относительности, космические технологии, основанная навигация, аэродинамика, не знаю, не знаю, основной степень студентов это лечебная математика, в которой проходят эксперименты в условиях недвижимости, в условиях института, в вашем обучении в результате, в какой-то макет экспериментальной обороны подвещается к акцию, в которой все еще они скачутся, в какой-то вашей института. Презультатом сотрудничества самый интересный проект студента Грислав Джона Пашин в настоящее время подписан договор между профессиональным средством институтом космического теплого строения обучение и институтом предприятия математики о разработке этого исследования. О разработке студентов в рамках серии серии нано-спутников стояло сном. Нано-спутника называется спутник массой до 10 килограмм, это вот в метро 4-4 классификация. Серия нано-спутника стояло сном разрабатывается Российским научно-исследствием институтом космического предприятия строения. Первый нано-институт серии был успешно подвещен в 2005 году с басами народной космической станции и точную российскому космическому обучению. Спутник представлял собой зелегу высотой 20 сантиметров и массой около 5 килограмм. Последующие в серии станут полагать походы к федерации высотой 20 сантиметров и массой до 10 килограмм. Цель запуска логерного ступника это развитание активных логерных управлений. Студенты МФТИ и ШАРМа принимают участие разработки системы агитации для вот этих спутников. Так как для нано-республиков обычно не определяются высокие требования по агитации, по точности агитации, то возможно использование магнитных системы агитации. На нано-республике для дождяной номер 1 была установлена пассивная магнитная система агитации. Действие такой системы основано с взаимодействием магнитных болей и создаваемых наркотик смогли нам более обземлить. Вот нано-республике установлены постоянные боли, которые имитированы с пунктом и наводки строительства спутников, которые демокрировали изначально заходы. Нано-республике первого лица предлагает установить уже активную систему агитации. И бежим говорим пассивной системой агитации, это система агитации, которая не расходует аналитических и информационных присутствов спутников. То есть здесь речь идет об активной системе агитации, на спутнике установлены территорические карточки, с помощью которых мы можем создавать на спутнике момент в зависимости от алгоритма агитации. В качестве датчиков агитации предполагается использование трехлосных агитометров и солнечных датчиков. На основе показаний этих датчиков происходит расчет текущей агитации и уже в зависимости от алгоритма агитации на ток же катушки подрывается ток и реализуется управление. В запуске это спутника занимается борта ИКС в ближайшие годы классы. Ну и как я уже сказала, активное участие в разработке системы агитации вообще в спутнике поднимают студенты методики основного кафедры парковат и математику и студенты царя. Ну дальше я буду создавать слово с вами коллеги. Здравствуйте, меня зовут Стефан Харчев, я также являюсь из центра театрической механики и аспирантом путня. Здесь уже было сказано о стажировке студентов МФТИ в Царне. Что это такое? Это поездки сроком на 3-4 недели, которые, как правило, происходят весной, март-апрель и несколько человек, вот в последнее года по 3 человека ездят каждый год, могут как раз посетить город Бремен там расположен вот этот Царн при университете города Бремен. Обычно это все происходит через базовую кафедру института одной математики Никелбыша, а также при поддержке картотеортической механики и МФТИ. В основном взаимодействие таким образом строится. И итогом таких поездок с одной стороны стал проект спутника Гресат, о котором уже было сказано, так же это положительный опыт для студентов, это возможность съездить в Европу, там посетить научную организацию, которая занимается действительно стоящими проектами, которые взаимодействуют с Европейским космическим агентством, и в принципе можно сравнить, как идет работа в Европе в области космических исследований и создания космических аппаратов, и в России. Если вы являетесь студентом базы кафедры, которая отношения космические средства в России, либо посещали различные центры в нашей стране. Также последние два, третий год в этом году уже занимаются наши студенты проектом Люверс. Дальше, пожалуйста. Что это такое? Этот проект пренебывает некоторую имитацию космического пространства с целью отработки алгоритмов системы управления от выделения имитации космическим аппаратом, а также с целью исследования динамики относительно движения двух космических аппаратов. Что это такое? Это макет, это некоторая платформа, которая представляет собой некоторую несущую базу, в которой находится естественно бортовой вычислитель, средства управления определения имитации, то есть набор датчиков, набор актеаторов. А помимо того, это четыре баллона с сжатым воздухом, которые позволяют длительное время этому аппарату вставить на поверхность на гладкой поверхности. используется стеклянный стол. Сначала это была достаточно небольшая площадка, но в последнее время был именно такой большой стеклянный стол, на котором уже можно полноценно имитировать относительно движения двух аппаратов. Даже в настоящий момент у нас студенты поехали, они как раз этим сейчас занимаются. Дальше, пожалуйста. что позволяет делать такая установка? в первую очередь позволяет имитировать космическое пространство. То есть это достаточно уже большая область комнаты, которая набивается и создается имитация вот этого Солнца и во-вторых звездного неба. Солнце у нас служит источником информации о положении космического аппарата. В частности, уже говорилось о каких-то элементах системы ориентации, как солнечные датчики. То есть как раз Солнце здесь можно с помощью этого имитировать именно работу солнечных датчиков. Звезды также могут служить ориентированно и здесь используется макет некого имитатора звездной камеры, который также снимает звезды, сравнивает с каталогом звездного неба и таким образом он нам может сказать как ориентируют наши аппараты где он находится. И здесь есть два макета, которые в общем-то служат хорошей моделью для имитации такой в последнее время очень модные проекты появились модные тематики это formation flying это групповые полеты спутников это когда в одной группе летит несколько аппаратов маленьких как правило и они работают на дополнение одной и той же задачи в одной группе как правило набор на небольших расстояниях до нескольких десятков километров такие системы позволяют во-первых создать большое распределение в космосе то есть например интерпрометические телескопы которые возможно вы слышали о которых с помощью таких проектов можно создать достаточно большую базу во-вторых повышает надежность допустим если у нас один из аппаратов выходит из строя то остальные вполне могут продолжать работать над задачей над которой они работают поэтому в последнее время ведется активная разработка таких систем и уже планируется запуск в Европе планируется запуск нескольких дальше еще одним как уже было сказано одним примером интеграция в области космических средств является разработанный стандарт курса это стандарт был разработан двумя университетами калифорний культурсовский культурсовский и центровский это некоторый стандарт малого космического аппарата в настоящий момент скорее можно даже как гико-спутник хотя он относится к нам нано-спутникам терминам в общем-то появился за то для нашего бума нано-технологий который в последние годы он отношение к нано-технологиям имеет весьма такой посредственный здесь не цепляется тому чтобы получить какие-то грамки нано-технологий это часть ситуации то есть микроспутники массой до 100 килограмм нано-спутники массой до 20 килограмм пикоспутники массой до 1 килограмма вот такая условная классификация границы немножко плавают вот и если бессмертный то все-таки курсат он может обещать в порядке как принятый один да ну вот так сложилось видимо там порядка стоимости стоимости вот и стандарт такой это сторона которого 10 сантиметров масса может достигать 1,3 килограмма просто чтобы не скрытили ну вот как не сложилось вот и здесь уже начинка может быть самая разная вот единственный есть каркас строгий вполне строгий и этот каркас в общем-то диктуется именно средством для запуска именно для отделения этих спутников от ракеты-носителя именно поэтому требуется чтобы он был именно таких размеров иначе он не поместится просто туда вот и также требование при запуске он должен быть выключен и никаких выбирающих частей быть не должно это что контейнер для местных этих спутников да это для трех спутников как правило запускают кучей потому что ну так просто дешевле вот используется вот ракеток нет вот и почему он был сейчас потому что он является очень хорошей платформой для студенческих спутников вот то есть это как правило такие проекты либо не финансируются либо финансируются очень слабо вот и есть какая-то команда энтузиастов то есть там есть человек который является центром они предлагают какой-то проект вот и далее уже набирают команду и как правило команда она очень разношерстная из разных университетов с разных концов планеты все это вот так удаленно создается то есть это я говорю именно о студенческих проектах так как Купсад в Гынском используется для промышленных спутников полны серьезными организациями вот но там уже стоимость естественно совершенно иная вот команда работает над аппаратом и для студенческих спутников как правило бесплатно потому что откуда берутся все элементы они ищут какие-то организации которые готовы предоставить свое оборудование примерно тестированные чтобы получить на свое оборудование значок спейс полипай то есть можно использовать для космоса если университет готов это как-то спонсировать то он может помочь предоставить лаборатории предоставить какие-то лабораторные установки ну как правило вот так это все делается вот и время разработки этого аппарата оно подможет от одного до трех лет то есть это сравнительно немного по сравнению с серьезными спутниками разработка которых там может около десяти лет занимать вот это раз и студент в общем-то пока он учится он может пройти все этапы разработки аппарата то есть начиная от дизайна проекта то есть самоидея заканчивая именно от реализации если повезет запуск потому что как правило запуск самая дорогостоящая часть этого всего проекта получается вот и если ну как правило запуск это около 40 тысяч долларов на арбиту вот то есть запуск ищут и желательно как бы все-таки найти бесплатный запуск либо там климатомство либо еще как-то вот обычно именно так и происходит потому что ну здесь все-таки задача не то чтобы запустить а именно чтобы разработать чтобы участвовать в создании космического аппарата и чтобы получить опыт именно взаимодействия этого всего то есть здесь спутник он не удается такой цель чтобы создать именно этот аппарат и запустить чтобы он там работал или допустим на фотографии какие-то СЛО здесь именно сам процесс и удается цель естественно при такой работе не все проекты доходим до финальной стадии вот то есть с одной стороны там это есть конечно энтузиазм но может рано и поздно закончится вот и тем более есть этот костяк вот ему приходится с каждым как-то взаимодействовать вот взаимодействовать вот так как это никак не оплачивается стимул сказать сказать вот сейчас разрабатывать систему рутации никак сложно составить особенно если он сидит там в другой стране там либо на другом конце земного шара и все взаимодействие происходит по интернету вот но тем не менее есть проекты которые доживают до запуска вот и их запускают вот но там тоже может быть неудачно в 2005 году один из таких спутников коллеги в Норвеге по-моему разрабатывали вот он сорвался при старте ракету в общем зарвали так как она отклонилась он 2005 год это летом или июль или август запускались в Беганад вот там много спутников погибло вот в частности один из спутников таких Сэд Сап он назывался Сэд Сап дальше пожалуйста вот еще один способ посмотреть на на устройство космической индустрии скажем изнутри европейская космическая космическая индустрия это участие в летних школах которые принадлежат различными университетами в частности университетом космической физики городе Кирвана о котором уже было сказано вот это один из ведущих швед национальных европейских университетов именно институтов даже исследователей которые создают оборудование для научных оборудований для межпланетных миссий европейских в частности вот если вы слышали Venus Express Mars Express которые были уже успешно запущены отработали вот там достаточно большое количество оборудований именно было служено с теми институтом вот есть такая возможность туда съездить поучаствовать в летней школе которая длится где-то около трех недель лекции семинары практические занятия все это там присутствует ну зачем задайте вопрос зачем учиться летом вроде как отдыхать надо вот но по сравнению с учебой на эфтехе в общем-то это удобно действительно потому что приходят люди которые работают именно в той области о которой они рассказывают и на таком уровне вполне в таком общем рассказывают о том о современном состоянии космической индустрии в Европе то есть один пришел рассказал например о двигателях которые позволят разрабатываться другой рассказал о датчиках еще о чем-то и все вместе это в общем-то очень полезная информация которая позволяет в общем-то посмотреть именно на европейское на европейские исследования космических пространств потому что ну в России как правило интересуемся российскими разработками вот и очень редко так вот смотрим в сторону куда-то вот здесь есть такая возможность посмотреть все-таки в сторону вот ну и к тому же этот город расположен далеко вот Эс-Ренч это то место откуда запускают воздушные шары исследовательские и ракеты то есть ракеты маленькие они летают 20-60 километров далее оттуда сбрасывается какая-то полезная наружка и все время пока он падает с парашютом есть возможность промоделировать невесомость посмотреть как будет работать система ориентации система навигации и прочие вещи то есть это тоже одна из возможностей промоделировать а вот если проследить можно как бы контакты в этой области завязать то есть это основная цель конечно поездок это не то чтобы отправить стажировку еще что-то остальное это все-таки завести какие-то контакты то есть на уровне изначально на уровне студентов потом естественно вы будете развиваться и те с кем познакомились тоже будут развиваться и в итоге вы будете там космическое сообщество как многие говорят оно не такое широкое то есть очень часто пересекаются люди на различных конференциях это опыт работы международной команды это опыт опять же языковой практики здесь в общем-то все летние школы как правило основные языки там есть вот так приезжают со всей Европы но так сложилось что европейский язык сейчас нормальный дальше пошли а как возможно в нее попасть какие условия попасть в школу ну как правило даются некоторые объявления то есть единственное только школы это скорее всего платные мне удалось когда я ездил удалось получить грант РФУ на поездку то есть у РФУ есть такие гранты трехгант называется он в любое время может подаваться вы подаете заявку вы хотите съездить туда-то с такой же целью и возможно вам оплатят перелет остальное там в общем-то это приходится самостоятельно платить если мне повезло что у меня поддерживает базовая карта то есть она все это оплатила а так условий как правило нет ну как здесь были условия какие имеете образование по европейским меркам первое второе курс то есть дифференциальное уравнение вы должны знать еще что-то то есть это вы должны как-то подтвердить в частности в деканате берете список предметов которые изучали количество часов и собственно все дальше отбираются летние школы европейские по крайней мере они являются тоже частью европейской системы образования и за нее вы также получаете кредиты которые так необходимы ну скоро и нам будет находить в данном случае а там в общем-то эта система давно работает и вот эти кредиты они также могут быть засчитаны для учета их для магистров 50 раз еще еще а так информацию лучше всего искать в интернете то есть школ космических очень много космических и другой тематики их очень много вот и проводятся они не только летом они и зимой могут проводиться во время больших каникул так что вот так и в общем-то так скажем поездив немного поездив мы пришли к выводу что можно и создать в наших стенах некую лабораторию для имитирования космического пространства имитации космического пространства и поддержки колоссийского института картотеортической механики картотеортической базовой карты с институтом математики нам удалось создать лабораторию которая в какой-то степени повторяет различные лаборатории европейские опыт которых опыт работы которых мы получили за время в поездах лаборатория которая расположена в нашем институте это вот лаборатория это у нас в институте 421-го комната главного корпуса вот что само представляет ну проект направленный класс да он служит для обучения студентов ну не только по нашей тематике по компьютерным классом используя в разных направлениях основная часть лаборатории для нас это именно лабораторный оборотный который там есть это имитатор для магнитного поля это имитатор звездной камеры и звездного неба и это два макета управляемых систем ну по сути это макет именно система управления определения ориентации космического аппарата дальше пожалуйста вот я остановлю подробные макеты установок во-первых имитатор геомагнитного поля это для чего он сделал и принцип его работы как вы знаете вот эта земля имеет магнитное поле и спутник двигается по орбите он в общем-то испытывает взаимодействие с этим полем и поле в разных точках орбиты оно разное оно меняется по какому-то закону если мы зафиксируем спутник получится магнитное поле вращается так вот мы здесь как раз именно зафиксировали этот спутник и с помощью специального программного отключения а также с помощью преобразователей которые нам выдают этот виток на катушке он создает здесь в области небольшой области более-менее однородное поле ну более-менее той степени однородности которая нам была необходима и которую можно создать вот он создает поле которое изменяется по заданным нами законам то есть ну в частности это можно постоянное поле может быть допустим вращающиеся с некоторой постоянной игловой скорочкой можно например больше есть модель геомогнитного поля земли и GRF вот можно его можно в принципе любой закон но главное чтобы он не выходил за рамки ограничения нашей установки вот установка это что такое это три пар катушек каркасом которых является дерево потому что это относительно недорогой простой в изготовлении в обработке материала а также он самый главный магнитный если бы мы использовали самые катушки естественно все бы наше магнитное поле сильно менялось при изменении направления магнитного поля и в итоге мы внутрь подвешиваем макета тарата и магнитометр в общем то он не может отличить он движется по орбите или он стоит на месте в поле вращается таким образом мы имитируем внешнюю свету на орбите дальше пожалуйста вот теперь о макетах вот у нас есть два макета различных по составу измерительных исполнительных элементов один из них этот раз был создан для взаимодействия с нашим имитатором состоит ну состоит из чего то есть на обоих макетах у нас установлен бортовой компьютер плата питания питания с и для шина широтно-импульсный модулятор это в общем то основе обоих макетов особенность магнитного макета это на нем установлены перекатушки и магнитометр перекатушки они уже с помощью портового программного обеспечения могут создавать момент свой собственный который взаимодействует с внешним магнитным полем таким образом создается управляющий момент который действует на аппарат и либо там демпирует вращение либо поворачивает наш аппарат таким образом мы можем имитировать работу алгоритма управления и определения магнитного и так может как наиболее половина если мы знаем точку орбитра в которой мы летим то мы знаем магнитное поле аппарата можем всегда сравнить и узнать в какой точке арбитры точнее узнать как у нас расположен аппарат относительно магнитного поля если мы не управляемся то мы можем поворачивать аппарат так как сам то есть это имитация Это активная магнитная система ориентации космического аппарата. Другой маркет — это так называемый героскопический, он так условно совсем назван. Здесь у нас есть, в помимо общего оборудования у нас есть датчики угловой скорости и акселеромика. Датчики угловой скорости у нас двух видов имеются. Это NEMS-датчики и оптоволоконный датчик угловой скорости. Они различны по стоимости, различны по своим характеристикам. И можно посмотреть и выбрать, например, для открытой эмиссии, какой нам более-менее подходят, какой нам нужен. В качестве исполнительных методов у нас имеется маховик и два ориентативных двигателей. Что такое маховик и маховичная система ориентации? Это маховик представляет из себя некоторый электродвигатель, на котором установлена масса. Момент создается в то время, когда мы разгоняем эту массу, то есть раскучиваем, либо тормозим. Так как система у нас закрыта, у нас и должен сохраняться киномомент всей системы. Соответственно, если мы меняем киномомент маховика, то киномомент аппарата тоже должен измениться на соответствующую величину. Собственно, это и выливается в действие некоторого момента на наш аппарат, то есть он поворачивается. Собственно, маховики сами по себе очень, наверное, самый природный элемент, исполнительный элемент системы ориентации космического аппарата, так как это достаточно сложная система. Но мы, все-таки, для нашей лаборатории поставили более таким дешевым путем. Мы купили электродвигатель и изготовили сами для него более-менее балансированный двигатель. И, собственно, с ним мы работаем. А также есть имитаторы реактивных двигателей, это вот два капиллера, которые расположены здесь по параметрам, которые тоже могут создавать момент, действующий на аппарат. Ну, вот эти два элемента, они могут быть как имитаторами реактивных двигателей, так, собственно, могут быть и соответствующими элементами системы ориентации. Например, для полезного русского воздушного шарма. Собственно, такие работы у нас сейчас тоже ведутся. Вот, то есть, это сравнительно недорогой элемент. Он гораздо дешевле, конечно, маховиков и, наверное, более выгоден, чем реактивные двигатели, если нам достаточно высокая плотность атмосферы в том месте, где летит аппарат. Вот, так как нам не нужно с собой брать запас топлива. Ну, точно на высоте, на той высоте, на которой обычно летают воздушные шары, это 35 километров где-то, это вполне нормальный способ. Вот, и, можно сказать, еще один имитатор, как-то имитатор звездного неба и имитатор звездного камеры. Принцип здесь аналогичен принципу нашего геомагнитного имитатора. То есть, у нас помещена некоторая камера, помещена звездная камера. Здесь у нас используется обычная веб-камера. И у нас есть монитор, на котором с помощью специального программного обеспечения выдается картинка звездного неба. Причем, это для программного обеспечения нам что дает? Она нам, мы задаем динамику аппарата, а программа нам выдает как изменение картинки звездного неба, то есть, некоторую анимацию, так, как если бы спутник сам двигался с учетом этой динамики и с учетом этой кинематики. То есть, в итоге мы, опять же, фиксируем аппарат на месте, вот так, и вращаем, и звездная камера вокруг него. Звездный небо вокруг него. Вот. И в итоге, что мы можем проверять? Здесь можно проверять алгоритмы определения ориентации с помощью звездной камеры. То есть, собственно, появляются камеры, которые говорят, то есть, это с помощью звезд, то есть, получается картинка звездного неба, сравнивается эта картинка с каталогом, который есть на борту, и выдается нам ориентация космического аппарата пространства. Вот. Таким образом, мы можем, что это сделать? Мы можем подать динамику, например, там какие-то силы действующие, еще что-то, либо можем просто дать кинематику, как-то угловую скорость, и начальное положение аппарата. И посмотреть, как он будет двигаться, снять эту картинку, и, опять же, с другой стороны, уже пройдя через алгоритм определения ориентации, получить, опять же, ту же главную скорость и ориентацию аппарата. И сравнить. И видеть, насколько хорошо работает наш алгоритм. Во-первых, насколько быстро, насколько хорошо. И, то есть, это является тоже одним из элементов. Вот все, о чем я рассказала, оно, в принципе, является частью курса по выбору, которую мы читаем, годовой курс по выбору, карте теоретической механики, которую мы читаем. То есть, это вот есть курс лекций, и также курс лабораторных работ на оборудование, о котором я рассказывал. Ну, наверное, все, что мы хотели рассказать на сегодня. Вот, если есть вопросы, задавайте. А в ваши макеты, в вашей лаборатории никаких размеров? Ну, это диск, вот, то, что диск был, это диск диаметром 30 сантиметров. А то есть, они вот эту коробочку 10 на 10 не входят, да? Нет, это, естественно, не к стандарту КУПСАД самое далекое отношение. У меня вопрос общего характера есть такой. Вы скажите, пожалуйста, от этого сотрудничества у нас больше прибыль в кадрах и промышленном потенциале, или у них? Я думаю, что, скорее всего, у нас, потому что опыт показывает, все-таки, люди, которые ездят туда, они, в общем-то, они могут сравнить состояние дел там, состояние дел у нас. И, как правило, понимают, что лучше всего, как бы, работать в России и ездить туда, допустим, на стажировки по приглашению. То есть, если вы приезжаете в Европу, как бы, сами, вот, говорите, вот, я хочу у вас работать, то, как бы, встреча будет совершенно иной, чем если бы они вас приглашали. То есть, они вам говорят, приезжайте к нам на стажировки. То есть, выгоднее всего, естественно, работать в России, но ездить туда на стажировки, если такая есть необходимость, там, на один-три месяца, на год, может быть. Вот. И, в итоге, человек, как бы, имеет возможность работать и здесь, то есть, это основное место работы. И там, конечно, стажировки, так как все-таки, как правило, это доступ к аппаратной базе, а все-таки он там лучше. То есть, аппаратная база там лучше, когда у нас лучше методы вот именно исследований разработаны. Ну, тогда вопрос тогда, а зачем им это надо? Есть довольно печальный опыт, практически бесплатные передачи опыта наших космонавтов, их космонавтов. Так вот, зачем им это надо? Ну, возможно, они надеются все-таки кого-то завлечь. С одной стороны, то есть, зачем им это, как бы, это только мои догадки. Вот. С другой стороны, все-таки, сначала ездят студенты, если видят аспиранты, все-таки они проводят там некоторую работу научную, которая является совместной, допустим, есть возможность получить совместный экран. То есть, два университета получают. В то же время, как бы, они нам нужны, так как есть именно международный гантарь, и мы им нужны. Вот. И то есть, это абсолютно выгодно получается с этой стороны, если так смотреть. То есть, ведется совместная научная работа. Вот. Я думаю, как бы, если бы это было односторонне выгодно, какое-то односторонне, то, в общем-то, это очень быстро бы прекратилось. Но перетягивание их промышленного потенциала к нам, в какой-то вере, реально, или это было безнадежно? Ну, может быть, я-то судить, наверное, не сильно могу. Ну, как правило, все-таки какой-то именно потенциал, не знаю, наверное, взгляд. Вот. Все-таки у нас достаточно серьезные, по крайней мере, в нашей области, организации, такие, как энергия, которая вряд ли отопустит их на наш рынок, вот именно в плане таких вот создания космического аппарата. Хотя вот сейчас вот оборудованные такие как гидрометры, проще тут оборудованные измерители, исполнители, они продаются на российском рынке именно партийных уже представителей компаний европейских, ну, и даже один из нас. Хотя американцы с нами плохо, для этого сказать, не знаю. Спасибо. Я на вопрос. Если в плане кискутникам будет очень много. Как-то тогда, вот, либо отлавливают, либо уничтожают. Хорошо, вот один-два. А вот как сто университетов Европы сделают поступки? И запутся. Если они поесть сантиметра, попробуют для них стучать. Ну, как правило, все-таки большая часть спутников, нанослудников, о которых мы говорим, они имеют очень непродолжительный ресурс жизни. Они при окончании этого ресурса просто сгорят в атмосфере, то здесь они достаточно быстро сгорят. Все-таки запуск их, как правило, производится на низкие орбиты. Вот. И здесь они достаточно быстро падают. Если их как-то не удерживают на нужной орбиты. А какое характерное время они падают? На смысле? Ну, какое характерное время падения такого? Ну, если открыть АТНС-0, это то, что первый российский, наверное, спутник, он, у него время жизни, по-моему, было от марта по до августа. То есть в августе он уже разгонял. Одного года. Ну, там была пассивная система ориентации. С активной, ну, может быть, годной. Ну, и еще вопрос. Вот, скажем так, военный вариант применения, вот эти, как Валерий Кальчис спрашивал, информация спутника. Вы просматриваете? Ну, мы с военными разработками мало столкнулись, но, в общем-то, область наших разработок – это именно исследования, аналитические исследования. То есть в лаборатории было создано именно вот так, некоторые подспорья, но это не было никогда самоцелено, то есть создать какую-то железу. У нас все-таки была идея как-то вот хотя бы пощелкнуть, насколько хорошо работают наши алгоритмы. Вот. Именно мы работаем с алгоритмом управления для аминентации, вот, а как уже их будут использовать, то есть если есть конкретная организация, то есть мы создаем и сработаем алгоритмы, как они уже будут им пользоваться, то есть, как правило, нас не посвящают. То есть пользоваться будут некие хозяева? Ну, как хозяева? Если мы… Как правило, это контракт между международной математикой и какой-то любящей организацией, которая имеет ресурсы для изготовления аппарата, у них есть приемка, у них они могут выполнять ОКР, то есть ИПМ ОКР делать не может, только научные исследования. Вот, поэтому они, как правило, приходят к нам и говорят, вот, нам нужен такой-то аппарат, масса такая-то, вот, такая-то нужна точность. Мы им говорим, вот, можно сделать это, можно сделать это, и смотрим, насколько это возможно. То есть при настоящей элементной пассе, при существующей элементной пассе. Кольца, спасибо. Какой пример журчал? Я, прошу вас, Сипа, начну. Ну, не приходится в море на применение с малых студентов. Вот, кстати, завтра в 18 часов в аудиторий корпус 4 этаж. Там будут представители предприятия, которые собираются в российскую смену из всех выпускников, начиная с 4-й выпуск, на же ребят для работ, по ряду таких, скажем, небольших, но на рукоемких приборов, как вот беспилотные аппараты, малые струнтики, еще какие-то такие. И ватализатор в 18 часов будет рассказывать про условия получения и не работы на этих пунктах. Что за организациях, это теперь? Да, теперь, с ними их устали, с институт химии и механики. В общем, я сто лет, и которая проведала, когда меня не лет. Вот, сейчас они, конечно, уже новые у них технологии совершенно. И вот, завтра они поедут, будет рассказывать, там для защиты любых факультетов есть чем заняться. В том числе там будут и малые спутники, и именно вот такого некражданского применения. Спасибо, пожалуйста. Какое еще на данный момент общее число университетских спутников? Я, наверное, не обладаю такой информацией. На порядку увеличен. Это десятки. Если мы говорим европейских, то там, наверное, десятки все-таки. Ну, около сотни там проектов. Проектов существует около сотни. Запусов пока мало. А запуск в порядок увеличен. Десятки? Ну, десятки. Можно было бы немножко посвятить, как устроены европейские космические спины. Есть ли крайне? Европейский космический спинник. Это единство, оно не государство? Да, оно европейское. Значит, есть ли какие-то отдельные агентские пострады? Да, есть, естественно. Есть. Они взаимодействуют, как бы, такая, если выстраивать пирамиду, то есть сначала это космическое агентство, далее это космическое агентство различных стран. После этого, или даже, может быть, на одном и том же уровне, это некоторые компании, которые занимаются непосредственностью изготовлением агентства для космических аппаратов. То есть они, как правило, тоже между старствами. Как закончится европейское космическое агентство с национальностей? Это просто координирующего, ну или это нечто более реальное? Ну, это более реальное, как правило, все-таки объявляют все тендеры на комплексы, на спутники, на проекты космических, именно европейское космическое агентство. То есть решают, какие проекты интересны, какие проекты надо финансировать, какие проекты куда вести. Обычное европейское космическое агентство решает. Европейское космическое агентство, оно имеет так свои носители? Или там оно исключительно по страту? В смысле, я не понял вопрос. Свои средства урока на арбиту европейское космическое агентство имеет? Или их имеют отдельные страны? Отдельные страны? То есть, ну, насколько они должны подчиняться терапевским космическим агентствам? Мне кажется, они являются частью этого агентства, но все-таки это по странам. То есть это отдельно есть французские площадки для запусков, также частью является подразделение на швейском космическом агентстве. А С-Ренча, о котором я говорил, то есть это запуски воздушных шаров, запуски ракет до 60 километров. А предполагает ли Европа пилотируемый выпуск? Ну вот так да. Или это неизвестно? Не могу сказать. Мария Викторович, вы слышите? Что? Предполагает ли Европа пилотируемый выпуск? Да, конечно. Более того, могу сказать, что у нас из нашей базовой катера вот такая энергия, есть молодой нашу катера, богачем коллективе, который, я вам сказал, здесь уже выступал. И он же рассказывал, что они ездят в ту УЗУ, где уже есть некий макет выставки, стыковки, и все. И там до работы идет вполне. Так, без лишнего шума, но идет, и наши туда ездят, и они к нам ездят постоянно. Так, что вы думаете, можно спустить? Нет, в сумке я не знаю. Какова роль университета? Ну, все-таки подготовка милокадров, с одной стороны. И все-таки люди, которые правы приходят в университетах, они уезжают также теми, кто для дистанции. То есть, с точки зрения вот этих вот больших организаций, университетов здесь выступают вот именно что, эти спутники, чтобы поиграть студентам, и отработать на них какие-то, может быть, решения, которые потом будут уже переноситься. Ну, и потом эти же студенты будут к ним работать, скорее всего. То есть, если они дают какой-то небольшой проект, например, тот же Кубсад, который, в принципе, может быть и населиться, если команда конкретно работает на этом, то есть студенты работают там сначала, они что-то делают, запускают, ну, или там хотя бы делают в железе уже аппарат, испытывают его в специальных камерах, в специальной среде. То есть студент, ну, как бы за время создания спутника, он как бы получает степень бакалавра, либо магистра. То есть вот эти вот проекты многостуденческих спутников, это в первую очередь некая песочница. Ну, да, да. А есть ли вот аналогичные песочницы у нас в России? Если есть, то где? То есть, как я понимаю, какую-то такую роль должна играть вот эта лаборатория в 421? Ну, да. Я так думаю, вот эту песочку также можно назвать вот работу над фистеховским спутником. Дело в том, что, чтобы работать, надо вообще, говоря, ее спонсировать. Для этого в бюджете фистеха денег нет. Никто не запланировал. Но нашлась организация, которая в течение лета финансировала пребывание студентами здесь. Их бесплату импортили. Там 20 тысяч рублей заплатили. Там работали, в основном, 3-й, 4-й пульс. Проектировали. Были команды там по метанике, по биттерам. Но они же могут спроектировать все это дело. А когда надо будет металл отнощать это гораздо дороже, поскольку финансирование такого спонсора больше не началось, то мы работали, были, наверное, остановлены. И если какой-то будет чей-то интерес, выраженный финансовой сумме, еще и как-то, да, продуман. Ну, также, вы знаете, есть Баумнец, по крайней мере, также контур ракетинга, который в 2005 году не взлетел. В общем, взлетел, но там взорвали. Там тоже был этот спутник Баумнец. Там также работали студенты. Хотя, по большей части, все-таки, получается так, есть чистой клон, то делается спутник, есть студенты, которые стоят за стеклом и смотрят, как он делается. Вот. Но все-таки в проектировании вот они участвуют. Ну и спутник МГУ, Татьяна, которая успешно запущена, тоже так же, по крайней мере, а спирамты там точно работали. Вот. Студенты, возможно, тоже в старших курсах. То есть, в принципе, такие работы ведутся. Вот. Ну и в частности, у нас, в общем-то, наша база профитра, это у нас студенты с третьего, четвертого курса уже участвуют в реальных проектах. То есть, вот, например, Надежда Паверевна, она, как раз, участвовала в разработке ТНС-0, системы ориентации, которая была запущена, вот, то есть, к получению степени бакалавра, у меня уже летала спутник. Вот. То есть, в принципе, так же, то есть, та система, которая в нашем институте была придумана, то есть, студенты с самого начала, мне сам, вот, с третьего курса уже участвовали в данных проектах, в частности, в общем-то, и в области космических исследований на институте и по себе. На отечественных носителях предусматривались какие-то, вот, резервируются места для студенческих проектов, или... Ну, вот, Днепр спутник, ракета-носитель Днепр, она, как раз, для запуска моноспутника очень хорошо туда шла. Но это, вот, для Сатаны, в общем-то, был носитель изначально, вот, и, в общем-то, очень хорошо адаптировали для запуска именно новых космических аппаратов, в том числе и студенчиков. Вот насчет резервирования, насчет обычно все-таки нужно договариваться какой-то организации, именно, как бы, проклачивая запуск основной, да, вот, а потом уже можно, как и говорится, то есть, либо скоординировать, ну, собраться несколько малых спутников собирается, вот, и запускают, как бы мы собрались, скинулись, как говорится, и запустили. А каких скидок при этом для отечественных спутников не предусмотрено? Ну, здесь я, к сожалению, не помню. А в принципе все делается исключительно коммерчески? Ну, не скажу. Здесь не сказать, не могу ничего. А вот эти наноспутники, они какое применение находят кроме учебного? В смысле, сейчас ли они как-то используются? Да, они используются, ну, во-первых, это технологические цели, то есть, отработка серьезных, вот, ТНС-0 все-таки это не учебные цели, это отработка технологий, то есть, это было Global Start, по-моему, да, отработка технологии Global Start, то есть, связь, спутник запуска становился абонентом сети Global Start, и с ним не нужна была специальная станция для связи наземной, которая, как правило, ставится, а он просто был абонентом сети, и можно с любой точки, если вы имеете доступ к системе Global Start, можно было связывать с этим спутником. Технологии. Выгода маленьких, небольших спутников, это время разработки небольшое, то есть, нужно быстро делать, запустить, то есть, это сроки очень маленькие, сжатые, это один в три флота. Поэтому можно успевать за развитием элементной базы, так как, если спутник разрабатывается в 10 лет, то есть, как 10 лет назад было, была элементная база, так она, в общем-то, все время была заложена, если мы захотим какой-то элемент изменить, то мы должны весь перф полностью переделывать, что уже недопустимо, особенно, если мы ставим, здесь же это возможно. Также, в последнее время появляются спутники, правда, не наноспутники, а 25 килограмм такие, это уже все техника спутника, но, тем не менее, тоже малые, это для дистанционного задерживания, то есть, вполне уже, элементная база уже настолько хороша, что уже они могут вполне заменять именно большие космические аппараты. Единственное, только где, если нужна серьезная оптика, вот телескоп Хаббе, там уже мало спутник сложно это все принесить, а мало спутник все-таки это оптика. А так, в принципе, они могут заменять большие технические аппараты. То есть, они в принципе могут АПК сейчас реально заменщение есть? АПК все-таки это отработка технологий, то есть, будущие технологии, то есть, в частности, это отработка систем связи, отработка различных элементов, технологий. Ну и все-таки задачи ДЗЗ уже, наверное, решаются с помощью не наноспутников, а у спутников малой массы. Насколько технологии, применяемые для создания таких спутников, отличаются от обычных, широко доступных коммерческих технологий? То есть, там какие-то специальные микросхемы, или это обычные микросхемы? Еще, правило, когда я тут из рабочих спутников, они очень часто используют то, что нужно купить в магазине, что там, Копанис, он еще. Вот, то есть, их запускают, естественно, тестируют, так как сейчас камера мегационная есть, основной причиной сборов это при запуске вибрации, это раз, и второе, это радиация космическая, которая, все-таки, не всегда позволяет работать процессором, вот, и каким-то датчиком, то есть, мы можем ввести строя, но тем не менее, все-таки, они отличаются не так сильно, вот, но, как правило, если мы покупаем оборудование для скоба, для космоса, там стоит спейс-полифай, это добавляет, наверное, порядок стоимости, если не больше, вот, поэтому, все-таки, если технологический наноспутник, вот, туда могут, в общем-то, поставить и вот эти компоненты по ним, что используем. А в чем различие спейс-полифай и количества? спейс-полифай запустили в космос и увидели, что оно работает. Вот. То есть, запустили, может быть, такого же спутника. Да, никто не гарантирует, что вот вы поставили то, что вы купили в магазине, и оно будет там работать. А если это какой-то важный элемент системы, то и выходила история, как бы, вы зря работали там на протяжении трех лет и зря платили за запах. Вот. Поэтому все-таки здесь есть некоторая надежность. То есть, там говорят, вот, 96, ну, 99,9% это будет там работать. Вот. Ну, для этого ставят вообще хорошо. А кто сертифицирует или просто каждый самый? Ну, есть компании, которые разрабатывают различные элементы, вот, и далее они стараются с кем-то договариваться, чтобы это запустить. Ну, естественно, сначала испытывают в земных условиях, то есть, там, регуляционные тесты и вот, тесты облучения. Вот. Потом запускают уже, то есть, если запуск прошел успешно, если это работало, вот, то есть, ну, это, видно, они потом могут сказать, то есть, то есть, статистика набирается на земле, а запускаются единичные языки. Ну, скажем, да, ну, просто невозможно много запустить. Да, но, с другой стороны, в общем-то, это не настоящая статистика, если запускать, образиться. Да, строго говоря, да. Так, вопросы? Нет, заключительные еще сообщения есть. Можно. вопросов, вопросов, вопросов. 21 апреля, вот, в Европе, на Кистьев приезжает представитель НАСА. НАСА – это американская национальная санкция космонавтов. Они представили представительство в Москве, и оттуда приезжает доклад, двое, это 17 часов, вот в той, какой-то, там, 239. Ну, скорее всего, объявление было повешено, поэтому, пожалуйста, кто интересуется, если вы, вопросов приходите, посмотрите на американцев из нас, вы можете задать так же вопрос, как Степанович, на английском языке, получить ответ на выход, на то, что есть. Проходите. Так, вопросы есть, или вопросы кончатся? Ну, что же, если вопросы окончатся, давайте поблагодарим докладчиков. Спасибо.